здравствуйте друзья мы снова вместе вот после наверное где-то двух месяцев расставания и после моего обещания что все фильмы 100 штук создано 100 штук это только зима осень и ранее весна и на этом все как думал я но не получилось наверное прошло два месяца как я перестал выпускать эти фильмы наверное правда хотя дом все сказано вот и вот за эти два месяца я получил еще сотни вопрос еще сотни да они повторяются да самое главное из них звучит так вопрос вопросов а будет ли у нас ну и называется естественно вся сибирь включая даже довольно северные города вот сибирские северные где хотят иметь сады я все говорю про европейскую россию европейская россия все больше начали задавать вопросы знаете какие первые почему у нас все гибнет почему у нас еще не растет вот это с более южных краев включая кубань включая тоже в украину не поверите письма не только с харьковской или берга там границ украины белгород россия харьков украина но даже с адресской области с крыма я таких случаях не могу ответить однозначно смотрите мы сейчас с вами идем по саду южному да это русский район да здесь пытались как бы сказать изолировать настолько это далеко от цивилизации было владимировича ленина вот естественно то время это можно было не мечтать но вот свершилось южный сад сибири существует я сейчас не буду показывать все закоулки дело в том что у соседей работает буровая установка борется воду чтобы это скважина сделать и получается я выбрал не тот день а почему я все-таки вас сюда пригласил повторяю 28 ранние весна не часто так бывает я вот не дошел до самых цветущих абрикосов но даже этого достаточно видно что зацветают наверное мы встретимся здесь в пасху я долго думал работа это не работа если работа то грех работать нам церковь запрещает а я уважаю церковь вот можно ли считать съемку фильма это что я вам расскажу работы самое главное что я хочу вам показать это будет долгий нудный невероятно рассказ я вам расскажу про каждой из сотен деревьев а вы друзья мои раз ведут с более жестких мест письма из более мягких но почему-то не получается ничего вы будете все это примерять на себя то есть вы будете прикидывать это да это для меня а это не для меня вот так чисто я говорю не хотел из-за этого бурового установка который бьет по ушам не хотел ничего показывать ну вот видите проходим мимо персика видели там у тебя кто-нибудь укрывал вот он засветает пока плохо видно ну ну так это к слову ну ну вот 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 как хочется все рассказать сейчас но наверное все таки подождем единственное что я вам сегодня покажу это то что я не смогу показать завтра 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 это уедет красноярск питомник вам покажу позже наверное это будет как раз первых пасху прости меня господи можно еще раз говорю не знаю можно ли считать это работой значит грехом вот это так картинка видели так вот смотрите сюда сейчас сюда вы видели тележку сюда сейчас возятся вот эти самые саженцы вот давайте на них посмотрим видите ли если хоть один не цветущий абрикос по моему нету все цветы вот сколько я вижу все цветут так теперь если устроить бы угадай q сколько им лет те кто меня знает даже своих недругов и друзей я в данном случае отношу всех в одну в одну как сказать команду это все то что называю старая гвардия это люди которые в течение последних 10-15 лет отслеживают кто-то почему-то с не признюю кто-то с радостью что могу есть же мор можем же если захотим мы россияне вот эти саженцы лучше среднеазиатских лучше голландских почему да я рассказывал уже в 100 фильмах этих есть вот помните о скоплении почек выращивание из верхушечных почек следующего урожая то есть следующего яруса все эти величайшие глупости ради красивых красивой формы но уничтожение самой сути плодоводства все это мы проходили вот и все-таки угадай к выглядит так старая гвардия знает что всем им исполнилось ровно год вот ровно год было оборачивались по двое манжурские абрикосы и весной прошлого года все это было привито давать еще более крупный план вот смотрите все это однолетние побеги вот они вот они вот они и я смело их называю лучшими саженцами в россии в снг и в европе самая качественная из морозостойки в самой морозостойки из качественных это сорта мировых стандартов давайте прощем что здесь написано вот королевский вот давайте посмотрим так где тут с одной стороны фамилия кому едут опять королевский так становится скучно нету других сортов посмотрим вот бай уже веселей так вот снова бай второй ярус опять посмотрим я с гордостью показываю мой лучший ученик железов сергей валерьевич фаина фаина это супер шорт лично мой и зачем красноярцы выписали если в красноярске посадят городской черте или порозе ветров той стороне от города куда дует теплый ветер нагретый самим городом то есть слава богу и хорошо есть еще южный склон и там есть побережье инисея берег инисея там на десятки км он не замерзает там не согласно морозов столько там вот это фаина ты выдержать так еще что снова фаина вот снова фаина много фаина едет все-таки не мое это дело в данном случае да ну красноярская фаина это предел мечтаний и никакой гарантии что там она будет процветать это люди рискуют на их стороне что морозоверк морозовский подвой почти посадка почти не уступающая тем которые выросли на месте вот и если подобрана для них будет такое место например если так естественно что это будет дача или в собственном подворье южная сторона стены дома очень видите сколько факторов надо тогда шансы есть и глобальное потепление у нас знаете как это какой-то идиотизм как нам нервы мотает глобальное похолодание грозят буквально на днях вот до того что будет ужаса то есть ледниковый период обещает и скажем годом все становится теплее 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 в среднем среднем но уже не как раньше со 100 лет обещали поднять температуру на полградуса не вот вся сибирь знает что стало теплее красного теплее вот поэтому надежда и заключается в том опередить всех иметь вот такой роскошь почему однолетние саженцы цветут вот я не то что это тема не сегодняшнего разговора я придумал я изобрел так называемый закон сопочинения почек вот это самое важное событие в них несколько у меня мировых открытий одно из них она да она мировое о нем никто никогда нигде не упоминал знаете когда все что я придумал было изложено виде книги сибирский сад или это самый так господи я уже забыл название собственной книги она мне на диске сейчас сибирский сад создание чудо своими руками вот такое длинное название да она послужила черновиком для николая антикурдимов который довела до ума и заодно здесь провел экспертизу оказалось мы агро приемы уникальные оригинальные для меня никто до них не додумался вот естественно что когда вы смотрите и читаете что на четвертый пятый шестой седьмой восьмой десятый год ждать плодов естественно это нет сейчас это уже вчерашний день другое дело что не знаете удивляет я сейчас вынужден сказать как получаю оскорбительное письмо на мой взгляд потому что там говорят вы поливаете грязью нас и дальше идет издание крупнейшее в россии я грязи не поливал не упоминал а почему так принято потому что они всякую печатают смертельные приемы а я с ними борюсь они принимают на личный счет как как будто я лично их оскорбляю вот естественно это не нравится а вот напечатать что-то из моего уже то есть как бы это сказать то есть вот это все для них не пишет они для них сама мысль не выносимо что теперь нужно писать все наоборот что жизнь прожита зря что зря они все это делали и не строчки не строчки а как страна узнает вот понимаете о чем речь идет но это у меня просто обеда вылезла вот ну а дальше кстати что то тут еще к нам едет интересно так андрей что тут привез то посмотрим это это что у нас двухлетка бедная антонов когда ты мой это как получилось в прошлом году это не продали не знаешь ты же продавал ну значит это тысячи рублей кому-то показалось дорого а сейчас уже знаете почему я показываю да вот это нормальная саженцы вполне где-то метр-полтора это когда однолетние а вот двухлетний саженец да смотрите какой обрезку придется делать я еще хотел не сказать вот так вот так видно мою руку вот так вот так вот так буквально две-три почки остальное все отрежется уже хотя бы потому что иначе его не выкормит не выкормят эти корни видите они все таки все таки все таки ну хорошо много но все равно часть корней потеряна а теперь друзья мои посмотрите на эту красоту мы находимся центре города с той стороны дома центральная улица вот дом номер восемь микрорайон номер восемь сареногорск и вы знаете я таких уже обнаружил десятка полтора деревьев это абрикос он цветет как обидно что я осенью в середине прошлого лета не снял его вместе с этим вместе с плодами но поверьте плоды были а для чего это говорю а мы еще вернемся к теме сейчас я пока прекращаю потому что она уже смотрит как на городского сумасшедшего вот теперь я нет не все я тут рядом обнаружил волочную вишню давайте глянем на нее это тоже интересно почему потому что я железо утверждаю что мало того что у нас есть частный сектор где очень много абрикосов и тех же вишен слив я был с грушами правда дела похуже но тем не менее это имеет место быть им я бы хотел чтобы и спальные районы знаете у нас некоторых местах закрывает прямо железобетонными блоками проезды чтобы дворы были тихие без машин правильно делают вот смотрите вот это зацветает волочная вишня красиво да здесь да здесь центр города здесь пыльно здесь выхлопные газы вряд ли бы я рекомендовал кушать плоды с этих деревьев вот еще раз говорю спальные районы должны превратиться в сады по всей россии вот если у нас сайногорский центре себе это возможно вот тем более город греет сам себя дома греют вот рядом стена дома это несколько градусов теплее вот пожалуйста я городской сумасшедший еще не могу оставить эту тему еще я надеюсь покажу в нескольких местах а если не покажу времени то здоровье не то то поверьте на слово любой город может стать городом сам